Если вы действительно хотите быть героем для своих детей, то должны стать для них источником знания. Почему-то что-то правильно, а что-то нет. Как я уже много раз говорил, всегда ищите возможности учить детей, исходя из того, что их в данный момент занимает. Приведу один пример. Знаю, не всем это понравится. Это нормально, за долгие годы я получил немало сердитых писем. В общем, когда вышел список Шиндлера с этой откровенной сценой и сценами массового уничтожения евреев, моему сыну в ту пору было, если не ошибаюсь, 12 или 13 лет, старшей дочери 14, а младшей около 8. Так вот, я взял всех троих и еще подружку сына, разумеется, попросив разрешения у ее родителей, и мы пошли смотреть список Шиндлера. Дело происходило в Рамоне, штат Калифорния. После показа мы пошли в стейкхаус у Сизлера и просидели там целых три с половиной часа, обсуждая картину. «Когда мы только вышли из кинотеатра», я спросил, «Дети, что вы думаете о фильме?» «Мнения разделились». «Здорово!» «А мне не понравилось». «Папа, было так страшно», каждый сказал свое. «Затем мы доехали до ресторана и заказали себе поесть. И я спросил у детей. Как вы считаете?» «Уничтожение шести миллионов евреев – это правильно или нет?» «Конечно же, каждый из них сказал «нет».» Я спросил «почему». На этот вопрос никто из них ответить не смог. И мы еще три часа обсуждали его. Я снова и снова загонял собеседников в угол. Я не давал им готового ответа. Наоборот, задавал вопросы, на которые им самим приходилось искать ответы. Под конец я спросил, «Помните, там была откровенная сцена. Как вы считаете, это было правильно? Уместно?» «Нет, папа, это было ужасно». «Да». «Но почему это было ужасно?» Они не могли ответить. Минут через сорок пять я все-таки добился ответа. «Хочу показать вам, как такого рода взаимодействие влияет на детей. Когда мой сын готовился получить стипендию магистра по этике, после первых нескольких месяцев учебы в магистратуре, он позвонил домой и сказал «папа, оказывается, я разбираюсь в том, что правильно, а что нет, и в этических нормах гораздо лучше, чем другие студенты». Я спросил «да, почему?» «Папа, это все твое воспитание». Я сказал «что ты имеешь в виду?» «Да ладно, ты сам знаешь. Ты же помнишь, как мы общались 10 минут по дороге в школу, полчаса по дороге на матч, в кино, а помнишь, как ты взял меня и Стефани, она теперь его жена, чтобы посмотреть список Шиндлера?» «Да». «Так вот», — продолжил сын, «с того долгого разговора в ресторане и начались мои представления об этике и морали». А ведь столько воды утекло. И вот почти 20 лет спустя сын заявил «папа, вот когда все началось». «А почему?» Я не давал детям готовых ответов, мы искали ответы вместе. Я продолжал спрашивать «почему?» и помог им самим разобраться, почему убийство — это плохо. Поступайте так же со своими детьми, и вы об этом не пожалеете.